Всем привет, с вами 3К-сервис. К нам приехал Cadillac SRX с 2011 года, он второго поколения. Кнопка реагирует, нажимается, мы слышим щелчок в крыле, крышка не поднимается. Вчера эта машинка к нам приехала, мы разобрали багажник, в него пролились точные воды, так сказать, дренажные трубки забились грязью и вода пошла верхом. Залило багажник, традиционно заливает этот багажник. Но инженеры разработали так блок управления багажником, что его постоянно топят из-за этого. Находится он здесь внизу нише багажника, и также здесь находится гидростанция, которая поднимает наш великолепный багажник. Но его тоже вчера все затопило, вылили в порядка ведра воды. Сегодня будем делать тюнинг, так сказать, улучшим эту систему, поставим дренажные трубки, сделаем дренажные, точнее, отверстия, чтобы вода в случае протекания уходила сразу вниз. Чтобы спасти дорогостоящее оборудование, придется прибегнуть к этим мерам. Вода любую дырышку найдет, она все равно просочится. Забиваются просто дренажные отверстия, их нужно периодически чистить. Данному владельцу повезло автомобиль, у него гидростанция осталась жива, вчера просушили ее 4,5 часа, подключили тестер. Тестер показал, что насос гидростанции жив. Насос дорогостоящий стоит в районе 30 тысяч рублей. Ну, а блок управления климатом, блок управления крышкой багажника стоит в порядке 15 тысяч рублей. НБУ. Ну, для того, чтобы пробить, так сказать, дренажные отверстия, как и везде, всегда нужен гидромолот. Гидромолота у нас нету, будем воспользоваться маленьким хамером. Возьмем перфоратор. Сейчас скинем здесь обшивку, трубочку и начнем долбить. Пробьем, значит, засор. Далее, этим же инструментом мы сделаем дополнительных два отверстия. Ставим резиновые вкладки с обратными клапанами. Что это именно? Вода вниз будет протекать, а вверх она не сможет под машиной залететь в салон. На самом деле, мы не будем, конечно, сверлить это перфоратором, там, стучать, долбить. Мы вытащим заглушку, на верстаке просверлим нужного диаметра отверстия, мы вытащим заглушечку, вот. Сейчас мы в ней сделаем отверстие, поставим клапан, установим обратно и, конечно, все загерметим. Обязательно нужно загерметить. Сделали мы нашу заглушку, ну, так сказать, сливную пробку. Сейчас мы ее установим в ее штатное место. Обработаем все жидким мавилем и герметиком. Она не пропускала нигде. Все. Надеюсь, что вода в этом багажнике владельца больше не побеспокоит. Субтитры сделал DimaTorzok